Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа по существу. Меня зовут Татьяна Трофимова. Буквально на днях появилось распоряжение о присуждении грантов главы Чувашии для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства. Среди счастливых обладателей денежной премии образовательные учреждения, библиотеки, детская школа искусств и другие учреждения. Так, Новочебоксарская детская школа искусств получила 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Деревенские мотивы». И в гостях у нас руководитель этого проекта Лолита Чекушкина. Здравствуйте, Лолита! Здравствуйте! Ну, расскажите нам немного о проекте «Деревенские мотивы», который получил грант главы республики. Что он из себя представляет? Ну, буквально несколько слов. Я все секреты раскрывать вам не буду, но поясню. Этот проект своего рода концерт-фестиваль. Вся представляется концерт-фестиваль, в котором прозвучат мои произведения, но они основаны на чувашских народных мелодиях. Вот в чем, так сказать, значимость. Это для меня, я думаю, что и для детей, потому что в этом концерте будут принимать участие только дети, и он как бы предназначен для учащихся школ дополнительного образования. Это детские музыкальные школы, детские школы искусств. Причем произведения будут в различных жанрах исполняться. И я еще задействую, так сказать, не только инструментально-исполнительское, так сказать, отделение, но и хореографическое отделение, то, что у нас есть в школе искусств, театральное отделение и художественное отделение. Даже вот учащиеся в художественном отделении, мы приведем, так сказать, конкурс среди них на тему «Деревенские мотивы», потом, так сказать, выставку устроим для всех. И какая задача этого проекта? Ну, прежде всего, конечно же, приобщить молодое поколение и привлечь больше внимания к национальному искусству «Чувашии». Вот, потому что я считаю, что все-таки человека нужно воспитывать с детства. И когда дети знают свои корни, откуда они родом, так сказать, чем занимались предки, традиции, музыкальные традиции. Вот, я пыталась, так сказать, сохранить в своем творчестве и, так сказать, вот воплотить вот в этом проекте. Вот, а реализовывать мы будем его уже в конце ноября. Как мы работаем? А, да, я еще забыла самое главное сказать еще. Один из важнейших моментов – это хорошее подспорье будет для педагогов. Дело в том, что в рамках проекта я задумала еще выпустить три сборника, два из которых для фортепиано и один для флейты с фортепиано. У нас флитовое искусство для флейты, вот Анжела Сидорова, очень, так сказать, развито в «Чувашии», и они нуждаются в репертуаре. Я знаю, что проблемы есть и для пианистов, и вообще для детей, кто учится в школах музыкальных. Вот, и я, так сказать, откликнулась на эту проблему и, соответственно, вот издаю еще эти сборники. То есть, я правильно поняла, это будет единичный концерт, который будет называться? Да, это будет концерт, фестиваль, но я думаю, что мы его будем реализовывать, конечно, немножко боксарски, поскольку я там работаю. Это будет большой заряд, заряд не только для детей и для преподавателей, и для взрослых людей. Потому что фольклор – это такой вид искусства, который, я не знаю, он в каждом из нас живет. Мы не можем не знать своих корней. Это душа, понимаете? Это чистота, это все настоящее. Вот, я думаю, что это и культурно обогатит, и духовно обогатит. Как слушатель, так и исполнитель. Ну, наверное, можно только пожелать вам удачи в реализации этого проекта. Лолита, вы композитор, член Союза композиторов России и Чувашской республики, заслуженный деятель искусства и лауреат Государственной премии Чувашской республики в области литературы и искусства, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, столько регалий, званий, все даже не перечислишь. Как вы пришли в страну музыки? Это далекое детство. Ну, папа у меня играл на гармошке, мама пела, и родом они из деревни, хотя я родилась в Чебоксарах. Ну, в детстве мне приходилось очень часто посещать их пирушки, застолья, которые не проходили без песен, без плясок. И вообще во мне это вот с детства заложилось как-то, вот, наверное, как с материнским молоком. Жить без этого не могу. А почему дети? Почему решили работать именно с детьми? Ой, это самый, это чистый, простите, лист бумаги, не испорченные они. Вот что в них вложишь, то и получишь. Потому что дети, они всегда остаются детьми, и что было 20 лет назад, что сейчас, они такие же искренние, они такие же, они твои. Вот ты из них слепишь то, что ты захочешь. Понимаете, это подрастающее поколение, в которое нужно вкладывать сейчас то добро, любовь к прекрасному, а именно к музыке. Это благородный вид искусства. Ну, перейдем к вашим работам. Расскажите о самых значительных ваших работах. Может, у вас есть какие-то особенные, любимые? Трудно сказать по поводу любимого, потому что это как мое детище. Невозможно их так поделить. Но значимые работы есть, конечно, в моем творчестве. Это балет «Зора» о судьбе чувашской девушки. 98-й год. Театр опера балета была постановка. Очень интересно мне пришлось посотрудничать и с балетмейстером Трощенко, Владимиром Трощенко, Иосифом Дмитриевом, сценарист или блютистом. Ну, к сожалению, вот как бы так вот сейчас. Ну, как и не только мой балет. Почему-то проблемы есть у нас. Есть. И вот значимые произведения, хотя у меня есть и подзвуки Сириле произведения, и сара Гун «Стране предков» для мужского состава. Это вокально-хореографическая композиция «Сургури», выигрыша гранд-президента Чувашской республики, 2008 год. На мой взгляд, это очень яркое сочинение. «Сургури» — это новогодний праздник у Чуваш, как у русских Рождество. В общем-то, здесь вот сцены гадания, игры, пляски, шутки. Вот такое вот яркое зрелище получилось. То есть я очень долгое время сотрудничала и с театрами. Первые работы у меня были с Чувашским академическим театром. Это «Прощение с матьюрой» — первая моя работа, дебют, скажем так, на театральной сцене. Потом, начало 2000-х годов, это театр «Кукол» — первая моя театральная премия с Рождеством спектакль. На мой взгляд, она очень такая музыкальная сказка получилась, русская, причем не чувашская. Потом последовал уже «Девушка на луне» спектакль, уже чисто фольклорный такой, пронизанный вот чувашским фольклором. «Либертит», по-моему, Рейса Сарби. И вот 2007 года, в 7 лет я вот сотрудничала очень плотно с театром и новым зрителем. Вот тут очень много интересных работ. Это с Иосифом Дмитрием Амагаек, «Первоптица», «След за первой птицей», по-моему, вот недавно тоже выигрышный грант главы Чувашской республики «Через замах», «Животворящее слово», это тоже театрные зрители. И еще параллельно тоже выиграл, в один год они выиграли «Театр кукол» спектакль «Эльби», к 100-летию писательницы «Эльби». В общем, работ много, и поэтому я не могу сказать, что они у меня любимые, потому что так же, как мои дети, они для меня одинаковые. Лолита, насколько я знаю, вы хорошо понимаете чувашский, вам несложно писать музыку национальную, не зная языка? В этом сложности никакого нет, не обязательно знать язык. Я, конечно, о уровне бытового знаю, я могу и поговорить, но это будет немножко смешно и каламбурно, значит, выглядеть со стороны. А то, что касается сочинения именно чувашской музыки, не зная языка, нет, она во мне уже вот так с корнями, я же ее слышу кругом, я ее слышала с детства. Это нужно специфику, это нужно колорит изучить, как бы внедриться в это, и получится, хоть там итальянское, немецкое, все что угодно. Еще я знаю, Лолита, что вы мама двух прекрасных дочерей. Ваши дети пошли по вашим стопам или выбрали немножко иной путь? У меня две дочери, одна дочка у меня немножко по театральной стезе пошла, старшая, а младшая, конечно, как я, она очень музыкальная, она безумно музыкальная, она учится, закончила первый курс музыкального училища, дирижерская хоровая отделения, но безумно любит народную музыку. Мама, я хочу на народном отделении учиться, говорит она мне, я говорю, нет, уж давай пока на дирижерском, там определишься. И у нас очень часто возникают споры на почве музыки, но это очень хорошо, она очень такая активная, пошла она по моим стопам, ну это гены, наверное, дай бог. Приятно. Потому что и папа поющий, у нас и папа музыкант. Вот. Вся семья музыканты. Вот так мы живем. Замечательно. Спасибо, Лолита. Я напоминаю вам, в гостях у нас была композитор Лолита Чекушкина, руководитель проекта «Деревенские мотивы». Этот проект выиграл грант главы Чувашии, как инновационный проект в сфере культуры и искусства. Всего вам доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин